Вы чего делаете? Вы чего делаете? Прекратите его снимать, избирайте его документацию. Съемка из закона запрещена. Вы чего делаете? Вы что делаете? Полицейскую съемочку здесь нельзя производить. Что мне не снимать? Скажите! А видеокамера тут что делает? Вы чего делаете? Я требую, чтобы он был надержан и видеосредством его досмотрен. Потому что он залез в секретную. В секретную? Вы что несете? Если к избирателям является секретным. Что, что, что? А вы чего меня задерживаете? Я же в дежурную часть. Вы чего меня задерживаете? Вы зачем меня задерживаете? Я вызвал дежурную часть. Зачем меня задерживаете? Задерживаю. Вы меня задерживаете, да? Так, точно. Сколько что, они меня задерживаются за видеосъемку на избирательном участке? Ну, правильно они задерживаются. А, правильно все делают, да? Конечно. Хорошо. А нельзя снимать, да? На избирательном часе? Конечно, нет. А, все хорошо, давайте все тогда. Все нормально, все, в принципе, можно меня на бутылку посадить. Да, все, спасибо. Продолжение следует. 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 полицейский вы чего делаете что вы снимали? вы чего делаете вообще? вы что творите? я ничего не творю что это за беспредел вообще? вы зачем мне за камеру хватали? я вас не хватал за камеру а вы все сняли? что я снял? что вы снимали сейчас? избирательный участок я снимал, вы что делаете? товарищ, а избирательный участок я снимал опять человек, мы его не держали что вы сделали? нет, вот здесь пока у меня опять пришел в смысле опять пришел? я прошел досмотр, как вы говорили я прошел, избирательный участок начал снимать ну как я тебя послушаю? сейчас меня уже говорят задерживают все ян, ты чего? избирательный... меня тут задерживают на участке какой тут участок 1120 на Фрязевской Сейм что за бред вообще? физическую силу ко мне применяют нужно смотреть, что он там записал понимать, что он там хорошо я какое-то правонарушение совершил? полицейские? да какое? снимаю а нельзя? нельзя вообще в курсе, что камеры на весь мир транслируют, нет? поступила команда от кого? вы кому подчиняетесь? вы кому подчиняетесь? вы полицейские? вы знаете, что вы закону должны подчиняться, а не председателю УИКа? да вам не стыдно вообще полицейский? да вообще да пока ничего не вменяют, что я снимал избирательный участок и это якобы правонарушение хотят вот камеру мне отбирать, смотреть, что я там снял как фамилия ваша? я вам представлялся, а вы мне так и не представили вы у меня даже паспорт только проверили я у вас ничего 18-13-48 МКВ можно? 8 вы там говорили, что я задержан? нет так, нет вы снимали, сейчас мы будем уточнять вы сейчас меня снимаете вы сейчас меня снимаете дежурную часть можно позвать нельзя снимать избирательного участка? нет нельзя нельзя на основе какого закона? председателем председателя вы сотрудник полиции вы зачем меня хватались за камеру, пытались похитить мою камеру? я никого не у вас камера не видел вы удостоверение мое видели? нет, я ваше удостоверение не видел так вот я сообщаю вам, что я журналист зовут меня Сафранов Павел Владимирович я вам сообщаю, что я журналист есть такая статья 144 Уголовного кодекса до 6 лет, до 6 лиц вы мне ничего не сообщаете вы мне ничего не сообщаете когда вы меня просили? когда вас опрашивали что? когда вас опрашивали сейчас и задерживали когда рюкзак проверяли меня не задерживали у меня просто проверяли рюкзак вас задерживают что? вас задерживали временно для проведения а протокол задерживания составлен? запротоколировано задерживание? у вас же все написано вы же все должны были зафиксировать Сейчас вы можете мне сказать, я могу снимать на избирательном участке? Нет, вам сказали, нельзя снимать. Нельзя снимать, да? Правильно? Все хорошо. Какое же правонарушение-то я совершаю по-вашему? Или у нас процедура выборов закрыта? Вы знаете прекрасный закон, вы мне объяснили, что вы все знаете? Я вообще ничего не знаю. Вы мне все сказали, что вы все знаете. Вы закон о полиции знаете? Хорошо, ознакомьте меня. Ознакомьте меня на основании пункта 7 статьи 5 Федерального Закона о полиции с нормативными правыми актами, которые ограничивают меня в праве на ведение видеосъемки. На основании части 2 статьи 24 Конституции. Будете меня ознакомливать, нет? Полицейский, я могу пройти на избирательном участке снимать? Или вы опять будете меня крутить? Снимать? Снимать? Крутить? Я вас не крутил. Смотрите. Я не хочу с вами развивать конфликт. Вы мне сейчас запрещаете. Вы сейчас говорите запрещено снимать на избирательном участке, я вам запрещаю. Вы снимали в них у людей на избирательном участке? Что я снимал? Здравствуйте. Да. Полицейский, избирательном участке это общественное место? Как этим? Или нет? Да. Сюда любой может прийти человек? Или нет? Если он на деталях не будет. Если он нужно, то это информация. Мне вообще от вас ничего не нужно уже. Понимаете, что вы бесполезны вообще для общества. Да. Я вас забыл спросить, что мне нужно и что мне не нужно. Вы либо ссылаетесь на закон, либо занимаетесь своими прямыми обязанностями. Что мне не снимать? Скажите мне. На избирательном участке я снимаю. А видеокамера тут что делает? Не рада. Как вы думаете? Не рада. Просто так висят? Вы пришли на выборы? Да. Я пришел на избирательный участок в общественное место. На выборы пришли? Да. Вы оставили свои документы и делали свои права выбора? Да я разберусь, что мне делать. Нет. У чего мне указывать? Правонарушение какой-то совершил? Или что? Разберемся? Будем разбираться. Я боюсь с вами будет разбираться. Не снимайте. Вы что делаете-то? Вы чего ко мне физическую силу применяете? Вы мне скажите, вы отказываете мне? Здесь все видно. Так кто? Еще раз. Вы мне сейчас говорите, что вы отказываете мне в доступе на избирательном участке с видеокамеры. Так? Не, ну правильно я говорю? Так. Я сейчас хочу вам заявление. Гражданин данный снял открытую книгу с лишними данными избирателей. Я требую, чтобы он был задержан и его видеосредства были досмотрены. Потому что он залез в секретную информацию. Секретную? Вы что несете? Влицепоспиратель является секретом на основании 152-го федерального закона о защите персональных данных граждан Российской Федерации. Валерка, ты путаешь. Серьезно. Простите, я никакого Валерка не вижу. Да, я вижу. Валерка не станет. Серьезно что ли? Так что, нельзя мне тут снимать? Правильно? Нет. А на основании какого закона нельзя? Разберемся мы еще. То есть вы мне запрещаете снимать. Давайте с этим сначала разберемся. Давайте с этим разберемся. Если мы разберемся, мы разберемся в другом месте. Отлично. Я думаю в суде. Конечно. Конечно. У нас есть закон. У нас есть права. У нас есть права. Полезно. У меня есть права. 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 Это права. У меня есть 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 права. Зачем меня задерживаете? Задерживаю. Вы меня задерживаете, да? Зачем меня задерживаете? Задерживаю. Вы меня задерживаете, да? Так точно. Отлично. Нет, все нормально. Сейчас не получится. Да, конечно. Полицейский, какое правонарушение я совершил в твоих правах? Я с ним общаться не буду. Сейчас приедет руководство. Вы меня задерживаете? Так точно. Ну, все отлично. Полиция Левата, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня задерживают сотрудники полиции за видеосъемку на избирательном участке. Номер 1120 по адресу Фрязевская, 7. Хотелось бы прислать, чтобы вы прислали руководство или адекватных каких-нибудь сотрудников полиции сюда. И в чем неадекватность их проявляется? Потому что они меня задерживают за видеосъемку на избирательном участке. Ну, правильно они задерживают. А, правильно все делают, да? Конечно. Хорошо. А нельзя снимать, да, на избирательном участке? Конечно, нет. А, все хорошо, давайте все тогда. Все нормально, все, в принципе, можно меня на бутылку посадить. Да, все, спасибо. Так я задерживаю, нет? Да. Да. За что? На 3 часа. А, на 3 часа. Для выяснения личности. Для выяснения личности. А паспорт вы меня спросить не пробовали? Для выяснения личности. У вас случайно спрашивает, не отказывается его предоставить? Я не отказывался вам его предоставить? Отказывается. Что, 19-3 будет, да? Да. Неужели? Закон вы все знаете, поэтому я просто, ну, могу возводить руками, вы все знаете. Вы все знаете. Поэтому... Хотите даже оправдываться không? Как-то просто. Понятно. В чем 3 нарядные заставить вас в отдел? Да, все. Нажимаете. Конечно, нет. Понимаете. Знаете, что вы все находитесь в отдел? Ты не мероприятишь налет, а не бутылка? Я у вас на это все. Да. Это же на это все. За вернем часа. Да выяснили, а не можете, стоять вас спасать стоячая. не стыдно я вообще сейчас совсем уже опять идти я спрашиваю есть внимание а где дети если будут идти я вам скажу хорошо может отойдем туда уже никого не было я задержанный я задерживаю чё флаги перевесили или весь сейчас придет наряд еще одно заявление на меня напиши давай давай еще одно заявление на меня напиши я как хочу с ним так и не разговариваю вообще его не уважаю еще одно заявление пиши давай еще одно заявление пиши куда уже отойти давайте туда отойдем я уж никого не провоцировал там не когда скучно интересует вы вопрос проводить какой целью вы спрашиваете какой целью как у меня профессиональный статус какие профессиональные действия сейчас проводят какой меня статус почему все спрашиваете меня вы же все знаете вы мне все рассказали сейчас наконец спрашивают теперь у меня отказывался предоставить это когда это я отказывался посмотрите на своих видеозаписах у вас там все это указано так все наряд приехал так что подтягиваясь к увд новогере его походу в том что все вы любили будут меня посмотрите пожалуйста что вы производите следующий личный совершенно легкий мы продолжаем подъемку избирательной документации то есть списка избирателей у него на камере записи избирателей открыл персональные данные избирательные список подлежит разглашению только человек В данном помещении нет предназначения для граждан о том что производится видеосъемка, я его разрешение на видеосъемку также не давал, я требую удалить всю информацию. В договорном порядке он отказывается, не замечание сотрудников полиции, не реагирует, ведет себя вызывающе. Все забирает в отделанного дерева по ходу, за якобы съемку избирательных участков, так что подтягивайтесь туда. Причем гражданин, судя по всему, выполняет чьи-то заказы, да, то есть какой цель его снимает избирательный участок в несовершеннолетних школах неизвестно. Полицейские. Полицейские, а вы хотите об акте терроризма заявление подать им, да? Не так ли? Полицейские, вы имеете ввиду вот то, что он говорит сейчас? Отвечать потом вам. Здравствуйте. Применты, будьте ваше доброе. Можно вы сначала пункт 4 статьи 5 федерального закона о полиции выполнить? Да, конечно, сержант Беряков, полиция Новгорода. Так, удостоверение ваше можно посмотреть? Пожалуйста. Беряков, Станислав Геннадьевич. Станислав Геннадьевич, скажите, пожалуйста... Поступило заявление... Я не отказываюсь сразу, я не отказываюсь документы предоставить, я вам предоставлю. Скажите, пожалуйста, поступило заявление вам устное, правильно? Я сейчас слышал, да? Совершенно верно. В моих действиях усматриваются признаки какого-либо правонарушения дальше со слова гражданина? На данный момент я должен принять меры. То есть? Проверить документ. Совершенно верно. Все, хорошо. То есть вы имеете основание полагать, что я совершил правонарушение, так? На основании заявления гражданина? Естественно, да. А какое правонарушение? Ведете видеосъемку без соответствующего на то разрешение. А оно требуется, да? Правильно. Где видеосъемка? А список прокрутованных? Он сказал, вы сняли. Ну это не так. Он заявляет обратно, понимаете? А это даже если я снял, запрещено? Да. А чем запрещено? Как вам можно обращаться? Запрещено распространение. Седьмая статья. Как вам можно обращаться? Павел Владимирович, я вам сейчас покажу документы. Меня тут уже досматривали. Вы не волнуйтесь. Это целый цирк был. Паспорт, пожалуйста, из обложки извлеките. Для чего? Ну, я должен убедиться, что у нас нападено, что нет в шитых страниц. Вы эксперты? Ну, по крайней мере, визуально осмотреть. По базе пробить его? По базе могу пробить, да. Соответственно, сейчас я буду доставлен в отдел полиции Новогиреев. Для установления вашей личности. А у меня паспорт же есть. Как так? Вы мне можете узнать личность по паспорту? Ну, извлеките, пожалуйста, передать паспорт. Передать? Для чего? Я же у вас залог его не беру. Почему передать? Вы мне изъять паспорт хотите? Ну, пока ничего не изнимаем. Ну, в руки я вам его не буду передавать. Для ознакомления? Для ознакомления. Ну, вот, пожалуйста. Можете вот из моих рук давайте вот так. Ну, да. Я повернуть могу. Пожалуйста. Туда же дети есть у вас, да? Да. Да. Есть непонятно. Женя, пройдемся на который надо помогать. Пойдем. Без проблем. А вы в комитете потом будете оправдываться за свои действия. Понятно? Хорошо. Плохо, что у вас даже совести и стыда нет. Я с сотрудником общаюсь. Ну, мы с ним идем в патрульный автомобиль. Пройдите с сотрудником. Так, ну, меня этот сотрудник, по крайней мере, пригласил в патрульный автомобиль. Тот сотрудник мне ничего не говорит. Я выполняю его законное требование. Пускай не перегрузите. Да, да. А что за кулуары тут? Подожди. Пойдешь? Ну, не приходи. Садимся. Садимся, Павел Владимирович. Как вас зовут? Павел Владимирович, меня зовут. Павел Владимирович, в чем дело-то вообще? Вашу версию хочу послушать. Я являюсь журналистом, провожу мониторинг избирательных участков, выбранный период соблюдения законодательства. В данном случае я обнаружил только на входе в участке административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статья 17.9 КОПРФ, а именно неправильное расположение государственного флага Российской Федерации относительно государственного флага субъекта Российской Федерации. А именно, государственный флаг России висел справа от флага субъекта Российской Федерации что нарушало федеральный конституционный закон, номер один. О чем я сообщил полицейским? Они видимо, не знаю, там меры никакие не приняли, протокол если оставили. Члену избиркома надо обращать. К члену избирком я также обратился, вот они перевесили флаг. Дальше вот этот гражданин неадекватный начал сначала говорить, что съемка разрешена, потом резко сменил тон, написал на меня заявление, по которому оперуполномоченный, ну вот это, которое вам устное сообщение подал, которому оперуполномоченный я уже опросил по этому заявлению. Далее я поднялся, собственно, чтобы провести мониторинг участка избирательного. И все, только я вошел, соответственно, проводил все ведущие. А дальше ко мне начал применять физическую силу полицейский, вот этот вот. А можно ли я обеспечить безопасность? Да, пожалуйста, применю вас. Вот так подтянулись. Еще раз, как вас зовут? Петрович, подожди. Павел Владимирович, мне зовут. Павел Владимирович. Сейчас немножко неудобно тут. Ваши дальнейшие действия какие? Павел Владимирович с журналистом. Ведем беседу. Какие мои дальнейшие действия? Выполняем ваши законные требования? Нет, 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 а помимо этого, если вы вот дальше куда-то есть, с какой целью куда-то направиться? Домой. Нет, смотрите, просто такая просьба к вам. Не мешать работе избирательных комиссий, потому что там уже что-то начали накладывать наверх уже, в Центр избирком что-то. В Центр избирком обычно я докладываю нарушение. Ну, я не знаю, вот так вот. Просьба, у меня к вам просьба. Не мешать работе Центральной избирательной комиссии, избирательным участком этим. То есть выполнение закона, это я мешаю им избирать? Я не знаю, вот что вы с ними общий язык не нашли, в чем вот там у вас. Вам пояснить? Ну, вы мне пояснили, я не понимаю. Вам на встречу, я так понял, не пошли. В принципе, вы можете подать жалобу на работу Центра избиркома, то есть определенного участка определенных есть. Да я уже сообщение о преступлении. Ваше замечание по поводу расположения флагов субъекта Российской Федерации были уж цены, устранены. Да, да, все. Ясно. В ваших действиях состава административного, либо иного другого права нарушения, мы состава нарушения не видим. Очень рад. Ну, в принципе, вам претензий со стороны службы полиции нет. Я рад. Это избирком, что-то к вам претензии какие-то предъявляет? Избирком в лице вот этого гражданина? Ну, наверное, не знаю. Почему вы не поделили-то, что он так на вас сделал? Если вы хотите, мы вас подведем до ближайшей остановки общественного транспорта. Нет, смотрите. Ну, и надеемся на ваше благоразумие, то, что наше встречу по поводу таких вот вопросов и жалоб со стороны избирательной комиссии и председатель избирательной комиссии участкового не повторится. Я не прошу, чтобы вы это пообещали. Надеемся. Ну, то есть, я не скандалил, я ничего не делал. И что мне делать, получается? Не ходить на избирательную комиссию или что? Вы имеете выразить свою гражданскую позицию? Просто не мешать работе. Не мешать. Видите, они говорят, вы что-то в журналы лезетесь. В журналы. Это они говорят. Вы потом ролик все увидите и потом посмотрите, куда я лез. И куда они лезли, понимаете? Ну, просто пока вот мы реагируем на их заявление, они же заявили, а не вы на них. Да, как заявите вы, так вот. Опять же, мы приедем и обязаны будем отработать данные заявления. Да я уже заявлял, они говорят. Мне дежурный по 102 сказал, что правильно они все делают. Вот. Журный по 102? Да. Полицейский, вы бы пристегнулись, я же вам сказал. Нет. Вы правонарушения совершаете сейчас. Знаете, нет? Когда посторонний человек, гражданское лицо в машине находится, я имею право не пристегиваться. Это наша мощная безопасность. Ребята, ну вы в ЛС хотите доказывать, что ли? Я вам по-человечески прошу пристегнуться, хорош. Вы что? Ну, правда, вот. Поедем в ЛС, значит. Да что вы поедете в ЛС? Мне надо, чтобы вы поехали в ЛС. Мне нужно, чтобы вы, блин, не убились, и я вам не оплачивал лечение. Вот что мне надо. Спасибо огромное за вашу решение. А вы-то при чем? Лечение-то нет. Да потому что страховка-то за нас, за счет граждан идет. Да бросьте вы. Вот эту ерунду вы несете на самом деле. Вот мы налоги платим из этих налогов, ваша зарплата складывается. Мы так же налоги платим. Не зарплата, а денежное содержание. Зарплата у вас нет. Мы так же налоги платим, все в бюджет отстегиваем. Те же самые проценты, что и вы. А вот это вот. Так, куда вас довести? Вот так не закончили. До ближайшей остановки общественного транспорта. У меня такой вопрос, что это было? Где? Ну вот сейчас, что это было? Это было задержание, доставление или что? Или я добровольно с вами проехал? Вы с нами добровольно с вами проехали. Причин мы как бы разобрались, причин вашего задержания не имеется. Правонарушения, состава правонарушения с вашей стороны тоже не обнаружено. Вам по сути претензий нет. Единственная просьба, если вы дальше продолжаете вот свое, как у вас, журналистское расследование вы сказали, просто старайтесь не мешать работе избирательной комиссии и членам избирательной комиссии. Ну вы просто не видели, кто кому мешал на самом деле. Ну, на данном этапе мы с вами вынуждены попрощаться. Желать вам всего доброго, хорошего настроения. Петрович, открой дверь, человек. Да она не открывается, что? Ну, там специальный момент. Всего доброго. Пристегнитесь только, раз уж. А я вышел, так уж и быть. Прокатили меня добровольно на такой замечательной машинке. Это вообще дичь. Я такого еще не видел. Вот так вот проходят у нас выборы. В Москве, в Москве, в районе Новогиреева. То есть, ладно, там даже председатель участковой избирательной комиссии, он там сполошился, что детей снимают, да, там, все эти дела. То есть, досмотр, значит, только к Беслан приплетать. То есть, ладно, он сполошился. Но сотрудник полиции, вот этот Азаров, он вообще, он вообще не отдает себе отчет, что он делает. Зачем у меня хватало там что-то? Вообще полный беспредел. Честно. Какая нахрен демократия с такими выборами? Какая вообще может быть идти речь о гласности? Если там какая-то священная книга есть, которую нельзя снимать, да? То есть, вообще, дичь. Делать это в электронном виде, чтобы отдельная анкета была на каждого человека. То есть, это реально, систему нужно менять. И к тому же, ни на одном участке, вот я сегодня обошел 10 избирательных участков, не было такого, не встретилось мне просто такого отношения и подобного поведения, как со стороны полицейских, так и со стороны председателей участковых избирательных комиссий. Ну, я не знаю, ребята, оценивайте сами их поведение в комментариях, да? Ну, вот, я, конечно, там тоже несколько, возможно, грубил им, да? Потому что меня возмущало реально. То есть, когда там Беслан детей там приплетают каких-то, которых я якобы снимал, да? Ну, это бред, по-моему, да? Потому что меня это возмутило до глубины души. Я уже начал на «ты» там с ним общаться. Вот, конечно, ну, это никакое не правонарушение, но он просто, да и не хамил я ему особо. Ну, это просто, если честно, меня возмутило его такое поведение, поэтому у меня была такая реакция. А вы оцените в комментариях, как вообще такие выборы вам. Вот, несколько комментариев напишите, потому что я считаю, что такой избирательный процесс должен осветиться, как положено, да? То есть, люди должны узнать, как у нас проходят выборы, да? То есть, как журналистов крутят там, досматривают, да? Я же не говорю, что досмотр там, возможно, он и нужен, да? Но нужно его оформить по закону. То есть, по закону сделать так, чтобы действительно, входящий на избирательных участках, там, ну, должен показать там сумку, да, допустим, оформить это, сделать формальную определенность этой нормы, да? А так они, получается, вот сейчас без всяких оснований меня, в пути под протокол, да, ну, хотя бы есть что обжаловать, обыскали и... И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok